Даже армяне признают, когда образовалась советская Армения, в Ереване проживало очень мало армян. Согласно переписи 1913 года, 87% населения Еревана составляли азербайджанцы. Армянский архитектор по имени Агнеса, которая работает в администрации Центрального округа Еревана, сделала сенсационное для армян признание. А по сути повторило то, о чем азербайджанские и зарубежные незаинтересованные историки говорят уже на протяжении долгих лет. Агнеса заявила, что в Ереване исторически не проживали армяне, они приезжали сюда для торговли. Она добавила, что даже когда образовалась советская Армения, в этом городе проживало очень мало армян. Именно в этот период в Ереван были направлены зодчи из Петербурга, в том числе известный архитектор Александр Томанян, автор современной архитектуры древнего азербайджанского города. Мы встречались в Москве Агнеса Арбина из Таумосского Урбанфорта. А, да, здрасте. Если нужна помощь, можем с вами походить, показать места. Да, да, замечательно. Чем ты занимаешься? Архитектор по специальности. Сейчас работаю в администрации города. В основном административный округ Кентрон, то есть центр. То есть ты работаешь в администрации центрального округа и ты архитектор. Потрясающе. Ты не боишься, что тебя уволят после того, что ты связалась с нами? Нет, честно говоря, потому что наш новый мэр старается следить за тенденциями новыми урбанистики и старается, чтобы людям было удобно. Ереван был городом-деревней. И тут не жили армяне. Они сюда приезжали продавать. Ну, их было меньше, чем других. И когда стала Армения советской республикой, сюда послали архитектора, который учился в Петербурге в архитектурном институте, Александра Каманяна, чтобы он создал город. Отметим, что территория, на которой расположен город Ереван, в разные периоды времени находилась в составе таких государств, как Урарту, Сассанидов, Арабского Халифата, Саджидов, Шаддадидов, Сильджуков, Эльдигезидов, Эльханидов, Теймуридов, Гара-Гаюнлу, Ахгаюнлу, Сефевидов, Афшаридов, Каджаров. В средневековых исторических источниках название города дается как Риван и Иреван. Согласно переписи 1913 года, 87% населения Иревана составляли азербайджанцы. Азербайджанский город Иреван и его окрестности были переданы армянам для создания своего государства на основе решения Национального совета АДР от 29 мая 1918 года. При этом там жестко оговаривалось, что армяне снимают все территориальные претензии ко всем государствам региона, в том числе претензии на Карабах. Но армяне не выполнили это требование.